Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюрашворд. С вами я, Юрий Гемельфар. И сегодня итоги уходящего года мы подведем с замечательным человеком, которого долго ждали, которого вы, безусловно, знаете и любите. Это прекрасный, образованнейший, интеллигентнейший человек, российский политик Леонид Яковлевич Гозман. Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Здравствуйте. Могу добавить, что я еще и красивый? Безусловно. Это однозначно. Тогда ладно, тогда поехали. Леонид Яковлевич, подводя итоги уходящего года. Вот я начну, как говорится, с финала. Это то, что сейчас мы наблюдаем с российским, с правозащитным обществом «Мемориал», который был ликвидирован решением Верховного Суда. Как вы можете прокомментировать вообще вот это матерное слово? Я пропускаю. Понимаете, это логичное решение. Мемориалы и внешняя власть несовместимы. Они не могут жить вместе на одной планете, в одной стране. Это для них невозможно. Поэтому, когда они начали атаку на мемориал, было совершенно очевидно, что закончится ровно так, а не иначе. Никакие адвокаты, никакие заявления ЕСПЧ, общественная солидарность и в России, и за рубежом не влияют на них вообще. Я хочу обратить внимание, что если посмотреть на речь прокурора, которую он произнес в Верховном Суде, то прокуратура сама как бы признает, что дело не в какой-то там отсутствии маркировки чего-то, не в этих глупостях каких-то, а дело в том, что они, мемориалы с точки зрения прокуратуры, он создает негативный образ Советского Союза. Это статья за клевету на Советский общественный государственный строй, 70-е, если не ошибаюсь, которая активно использовалась в Брежневский и Андроповский период. Очень много народу по ней село. Вот это возрождение этой статьи. То есть, на самом деле, они возрождают, в этом смысле они возрождают Советский Союз. Вот. Значит, это, конечно, очень важное решение. Важное не только потому, что это препятствует деятельности мемориала. Я полагаю, что деятельность в той или иной степени будет продолжена. Ну, потому что это невозможно остановить, никто не может остановить. А по тому, как себя позиционирует российское государство и что оно, как бы, говорит нам всем. Значит, оно говорит, во-первых, что оно плевало на любые приличия. И поэтому надеяться, что может быть защищен тем, что они не хотят ссориться с Западом и так далее. Это надежда абсолютно беспочвенная. В гробу они видали ссоры с Западом. Они открыто заявляют себя продолжателем террористического государства. Вот. Они открыто опираются на силу. И только, и только на силу. Вот. И, ну, вместе ведь с мемориалом много чего происходит сейчас. Дали 15 лет Юрию Дмитриеву, историку. 15 лет это человек, который раскопал это... Забыл точно название. В Сандармахе он раскопал расстрельных. 9 тысяч, если я не ошибаюсь. И я напоминаю, дорогие зрители, Юрию Дмитриеву 75 лет. Прибавьте 15. Это смертный приговор. И я давно. Мне кажется, ему 65, но это все равно немало. И он нездоровый человек, к сожалению, физически. Вот. Психически, дай бог каждому. А вот он физически, он, к сожалению, у него серьезная болезнь. Это фактически смертный приговор. Кстати говоря, судья, представитель Конституционного суда Российской Федерации. Будете смеяться, у нас Конституции нет, за то есть Конституционный суд. Представитель Конституционного суда, товарищ Зорькин, сказал, что надо бы вернуть смертную приговор. Да, 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 да. И сказал при этом, извините, перебиваю, что мирные демократические протесты не работают в России. Во. Конечно. Конечно. Ну, он еще раньше говорил, что крепостное право это была такая скрепа у нас. Очень жалко, что его там что-то с ним сделало неправильно. Вот. Одновременно Зуев, Сергей Эдуардович Зуев, ректор Шаненки, сидит в СИЗО по абсолютно надуманному обвинению. Но даже если не рассматривать обвинение, сам по себе, я убежден, что он ни в чем не виновен, но даже если считать, что он виновен в том, что ему инкриминируется. Это экономическое преступление, он не представляет общественной опасности, сам Сергей Эдуардович. Ему 67 лет, ему сделали три операции, в том числе одну на открытом сердце. За последние месяцы, не когда-нибудь, да, он в очень тяжелом физическом состоянии, они его держат в СИЗО. В СИЗО они его держат, да, хотя непонятно, почему нельзя ему, если он такой вообще важный для нас человек, почему нельзя надеть браслет, и он с этим браслетом будет сидеть совершенно надежно, да, и ему никогда не денется. Вот. А почему сидит Зуев? Потому что они дают сигнал всяким там интеллигентам паршивым. Что, ребята, за штабелем книг вы не отсидитесь. И за почтенный возраст и слабое здоровье не спрячетесь, так же, как и за заслуги и статус. Мы возьмем любого. Ура, надо кричать громко и четко. Вот это вот их главный месседж нам. То есть, это государство за концу 21-го года, концу 21-го года, это государство объявило себя врагом всего мира. Ну вот, путинский ультиматум, фактически требование капитуляции Запада полной и безговорочной. Так как он разговаривает сейчас с Западом, можно было в апреле 45-го разговаривать с Третьим Рейхом. Вот тогда можно было так говорить. А он сейчас так говорит почему-то с Америкой, с Европой. Вот, значит, государство объявило себя враждебным всему миру. Государство объявило, что репрессии будут продолжаться. Государство сказало, что им на все совершенно наплевать. И государство начало атаку на нашу возможность испытывать солидарность, испытывать какое-то чувство принадлежности и так далее. Они заблокировали сайт ОВД-Инфо. А ОВД-Инфо, если ваши зрители не знают, это такой правозащитный проект, который занимается тем, что оказывает помощь арестованным. Вот, я по себе знаю, что это такое. Меня задержали, я позвонил в ОВД-Инфо, сказал, ребята, я вот в таком-то отделении. Они сказали, жди, сейчас будем. Через 25 минут у меня был адвокат. Через 25 минут он был, да. Кстати говоря, все его услуги были для меня абсолютно бесплатны. Значит, они не берут деньги с клиентов, со своих. Вот, они деньги собирают по жертвованию. Вот, ну, в каком-то смысле я им жертвовал. То есть, это как бы вернулось ко мне. Вот, но, разумеется, далеко не все, кому они помогали, перевозили им деньги. Это совершенно, они не спрашивают, ты перевозил нам или нет. Вот, ну, и очень важная вещь, это попытка экономически шантажировать Google и YouTube. Они куглу штраф, в общем, и там, и там миллиарды, я не помню точные цифры, да, миллиарды. То есть, у них какая идея, да, они хотят, чтобы эти суперкомпании сдались и пошли на их условия. Вот, ну, чисто экономически они пытаются их таким образом ударить. Ну, вот, посмотрим, что будет. Ничего хорошего не будет. Ну, хорошо, а тогда вот вы произнесли фразу, Путин объявил себя врагом всего мира. Но я поправлю вас. Такие ультиматумы, которые предъявлял Владимир Путин, они были модными до Первой мировой войны, раньше. Но после Ялтинско-Потсдамского мира все проекты договоров направляются по закрытым каналам. И совершенно понятно, что таки этот ультиматум, ну, это бред бредовый. Зачем это сделать? Я хочу сказать, он же не для этого это сделает. Он как раз вот все делает, нарушение традиции и прочего. Именно для того, чтобы его партнеры поняли, что он отмороженный. Вот, и что держите меня семеро, иначе тут что-то будет в море крови, да? Вот он для этого это и делает, на самом деле. Он для этого это делает. Обратите внимание, что это действительно требование полной безговорочной капитуляции. Потому что он требует, чтобы западные страны, а, дозавуировали собственные обязательства. Собственные договора, там уже сделаны заявления и так далее. Чтобы они под его давлением что-то такое сделали, чего ему хочется. Он не понимает, что они не могут, Америка не может распоряжаться НАТО. Он не понимает, как НАТО устроено. Вот, или он хочет, чтобы оно было устроено иначе, по его понятиям, чтобы он понимал вообще. Вот главный пацан, вот с ним и надо разговаривать. Вот, и там еще очень интересная вещь вот какая. Он требует от них, ну, там, уступок, действий там и так далее. Можно требовать разные безумные вещи. Но надо же что-то предлагать взамен, да? Ну, например, я вам говорю, давай теперь для обеспечения моей безопасности ты будешь ходить на голове. Вот ты будешь не на руках ходить, а на голове, да? Не на ногах, а на голове стоять. Отлично. Но я тогда должен сказать, ну, я тоже буду стоять на голове. Ну, например, да? Давай вот мы оба будем стоять на голове, и это обеспечит нашу взаимную безопасность. Отлично. Отлично. Можно обсуждать, да? Но тут же не это говорится. Тут говорится, ты будешь стоять на голове, а я нет. Я буду делать все, как ты делал раньше. Понимаете? Я-то белый и пушистый. Мне-то зачем вообще какие-то обязательства брать? Там нет ни одного обязательства со стороны Российской Федерации. Вот. И это делается именно вот столь демонстративно и столь нагло и так далее. Это делается для того, чтобы напугать. Вот я такой сумасшедший, я такой страшный. Вот, ребята, осторожны. А вот в этой связи вопрос. Есть две точки зрения. Одну вы сейчас высказали, что это напугать Запад. Но есть вторая точка зрения. Путин отлично понимает, что этот ультиматум принят не будет. И это для внутреннего употребления, для того, чтобы показать своим приверженцам, что смотрите, как я нагибаю Запад. Так вы эту точку зрения исключаете? Нет. Я вообще ничего не исключаю с этими ребятами. Значит, ну тут ситуация какая. Значит, конечно, этот элемент тоже присутствует. Естественно, он присутствует. Он много чего присутствует. Допустим, вы меня откажете, а это казус Белли, тогда я захвачу часть Украины, как давно мечтаю. Или еще что-нибудь такое. Но вот то, что это своим адресовано, конечно, адресовано своим. Вот они очень понятны, что он будет делаться, если его пошлют. Понимаете? Ну что он будет делать тогда? Ему же надо лицо не потерять. Чтобы не потерять лицо, надо что-то сделать. Я склоняюсь к тому, что это что-то, это, скорее всего, война с Украиной. Все-таки. Вот. Что-то у меня другого-то нет. О! Вот мы и подошли к главному. Насчет войны с Украиной. Вот я последние две недели много беседовал, в том числе и с людьми, которые разбираются в военном деле. Они все как один заявляют. Войска не вышли в район сосредоточения. Это просто-напросто пугалки. Ну, невозможно такими силами наступать на Украину. Это будет просто военная катастрофа. Это торг с Западом. Ваша все-таки точка зрения. То есть вы склоняетесь к реальности войны? Или это, опять же, как в покере повышение ставок? Ну, я думаю, что это и то, и то. Я не военный специалист. Я не знаю. Вот там насчет средоточения. Сегодня их там нет. Завтра они там будут. Вообще какие проблемы-то? Вот. Но я думаю, что война реально. К сожалению, да. И меня очень напугало заявление Сергея Кузьмедовича Шойгу. Или Шойгу. Я смогу выучить, как его надо произносить. О том, что на линии соприкосновения на Донбассе якобы обнаружено химическое оружие, а также американские военные специалисты и так далее. Вот это точно казус Белли. Понимаете, в этот казус Белли не поверит мир. Никогда. Уже и Госдепартамент. И кто-то сказал, что бред собачий. Вообще ничего там нет, разумеется. Но своему населению они будут вешать лапшу на уши и говорить, что вот видите, они нас хотят напасть с применением химического оружия. И поэтому мы вынуждены защищаться. Им же очень важно свой удар, если он будет нанесен, не дай бог, нанести как морально обоснованный. Вот удар по Донбассу, который был нанесен в 2014 году, имел моральное обоснование распятого мальчика. Украинские фашисты, которые там свирепствуют, не дают говорить по-русски и прочие глупости. Сейчас это не сработает. Население Российской Федерации устало от этих проблем. И хотя к украинцам относятся плохо, в этом смысле пропаганда поработала блестяще, тем не менее воевать никто не хочет. За Украину воевать никто не хочет. И освобождать братьев, которые страдают от невозможности говорить по-русски, больше тоже уже всех это достало. Поэтому единственное моральное обоснование войны сегодня – это нападение на нас. Мы защищаемся. Мы не нападаем, мы защищаемся. Ну, как известно, Россия всегда вела исключительно оборонительные войны и дошла до Тихого океана в этих оборонительных войнах. Так вот, это оборонительная война, и разговор о химическом оружии на границе – это казус Белли. Это очень опасно. Ну и тогда в заключении такой вопрос. Вот несколько человек уже высказывали такую интересную ассоциацию. Война с Грузией во время Олимпиады в Пекине. Нападение на отжим Крыма – Олимпиада в Сочи. Грядет Олимпиада в Пекине в марте. Вы отвергаете такую вероятность, что это как раз может повториться? Или вы уже сейчас ничего не отвергаете в сложившейся предыдущем статус-кво? Слушайте, те Олимпиады использовались потому, что они могли быть использованы в этом качестве. Олимпиада в Сочи дала, как потом выяснилось, несколько фальсифицированную, но фантастическую победу Российской Федерации. Очень убедительную, очень яркую. Потом выяснилось, что это допинг. Но тогда это было так. И на волне этого подъема национального можно было проводить что-то. Олимпиада в Пекине, я думаю, таковой не будет. Поэтому я бы не стал связывать будущие неприятностей, если они недавно произойдут, с Пекинской Олимпиадой. Ну и тогда в заключение вопроса. Ваш прогноз на 2022 год. Он будет лучше, хуже? Ну не знаю. Как вы считаете? Конечно, все мы желаем друг другу счастья, здоровья. Но вот как вы считаете? Так, реально. Вы же... Вы не врете же никогда, Леонид Яковлевич. Вы всегда говорите правду. Хотя, за что вас и не любят так? На телевидении перестали приглашать. Я говорю не то, чтобы правду, я говорю, что думаю. Иногда то, что я говорю не соответствует действительности. Но я искренне так думаю, если что-то говорю. Значит, я могу сказать, что я думаю. Я думаю, что 2022 год будет значительно, ну для моей страны, по крайней мере, да, будет значительно хуже 2021. Еще хуже. Да, потому что у наших властей нет другого пути удерживаться у власти, кроме эксплуатации идеи осажденной крепости, враги вокруг, враги внутри, а значит, репрессии и внешнеполитических авантюр, значит, они вот уже доказали последними днями уходящего года, они доказали, что они ни перед чем не остановятся. Вот я думаю, что уровень репрессий в России резко возрастет, уровень идеологического давления тоже возрастет, и, в общем, будет совсем хреново. Совсем хреново будет, я так думаю. Будет ли война, я не знаю, но, понимаете, я полагаю, что Запад постарается не допустить войны, но я не думаю, чтобы Запад шел на какие-то большие там издержки, ради того, чтобы у нас не сажали, не восстанавливали смертную казнь, не бросали людей в тюрьму просто так и так далее. Я думаю, что это их не очень волнует, так честно говоря. Вот. Поэтому я думаю, что все будет максимально хреново в обозримом будущем. Просто максимально хреново. Но я думаю, что это не конец. Понимаете, испытания, которые ждут нашу страну, по-моему, по объему, по масштабу, сравнимы с теми несчастьями, которые на нас обрушились во время Великой Отечественной войны. Вот. Надо понимать, что мы не можем эти несчастья предотвратить. Вот мы не можем их предотвратить. Хотя они все равно будут. Как мы не можем предотвратить, допустим, зиму, хотя, может быть, нам бы не хочется, чтобы она наступала, да, нам бы хотелось сохранить лето. Вот нет, вот будет зима. Вот она сейчас зима, например, да, у нас. Вот. Поэтому задача не в том, чтобы предотвратить это невозможно. Задача в том, чтобы пережить это достойно. Чтобы это пережить, да. Это очень важная задача. Это задача для каждого из нас. Человеческая задача. Понимаете, нас этот режим пытается запугать, сломать, уничтожить морально, там, и так далее, да. Вот если нам удастся этому сопротивиться, да, не тем несчастьям, которые будут, они все равно будут, да. А вот этой попытки режима удастся сохранить внутреннюю свободу, да, то это что означает? Во-первых, это наше собственное спасение. Это спасение собственной души бессмертной, если хотите, да. А второе, это вот что. Когда этот режим рухнет и уйдет небытие, а это случится в его возримом будущем, я уверен, то останутся руины. И на этих руинах надо будет все отстраиваться. И это должны делать нормальные люди. Понимаете? Вот мы должны сохраниться для этого. Мы должны сохраниться не только физически, но и нравственно. А в целом, я думаю, мы выиграем, в конце концов. Потому что то, что сейчас происходит, это атака смерти на жизнь. Вот если вы посмотрите на лица наших депутатов, других начальников, они же мертвые все. Это же зомби. Это же зомби. Они из могил достают уж совсем истлевшие трупы Сталина, Дзержинского и прочего сволочь. А жизнь невозможно победить. Ну, невозможно победить жизнь. Вот у нас тут несколько дней назад было 85-летие Юлия Черцановича Кима. И по Москве идут буквально каждый день всякие вечера, концерты ему посвященные и так далее. Вот я вчера, мы с ним давно знакомы, пригласил. Мы вчера с женой были на его вечере. И вот он поет, и я вдруг понял, он даже ему это сказал, даже написал про это, что мы победим, потому что вот в каждом его слове, и не только его, он не один такой, просто я про него сейчас говорю, вот радость жизни, веселье, оптимизм, надежда, да? Вот. А за ними ничего, кроме тупой силы, на самом деле, да? И поэтому я думаю, что в конечном счете мы, конечно, в таком экстенциальном плане, мы, конечно, победим. Но впереди очень все тяжело и страшно. Спасибо огромное, Леонид Яковлевич. Спасибо. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения российского политика Леонида Яковлевича Гозмана. И я присоединяюсь к его точке зрения, что все будет правильно, как написал Михаил Фанасьевич Булгакович. На этом построен мир. С наступающим вас Новым Годом, друзья. До встречи. До свидания.